Всем доброго дня! Мы начинаем наш брифинг. 6 июня финансовая полиция Казахстана празднует свой 20-летний юбилей со дня своего образования. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Ахмеджанов Марат Муратович, который расскажет об истории становления органа и о результатах работы ведомства. Также на нашем брифинге принимают участие официальный представитель антикоррупционного ведомства Мураджу Манбай. Мы рады вас приветствовать. Спасибо за приглашение. И, уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание на то, что по конкретным резонансным уголовным делам комментариев сегодня не будет. Официальный представитель антикоррупционного агентства в ежедневном режиме проводит пресс-брифинги, на которых четко и конкретно даются ответы по каждому из данных уголовных дел. Основная тема нашего сегодняшнего брифинга – это результаты работы ведомства. И, Марат Муратович, пожалуйста, вам слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Уважаемые коллеги, история органов финансов и полиции берет начало с управления налоговой милицией в составе налоговой службы Министерства финансов, созданного постановлением правительства 6 июня 1994 года. Тогда главной задачей было расследование дел о преступлениях, связанных с неуплатой налогов. Дальнейшее формирование самостоятельного правоохранительного органа было связано с переходом Казахстана к рыночной экономике и проявлению криминального и теневого бизнеса. Процесс бурного развития экономики постоянно повышал сложность задач, стоящих перед органом, и требовал неуклонного роста профессионализма сотрудников эффективности деятельности в борьбе с экономическими преступлениями. Со временем созданному агентству были переданы полномочия от органов внутренних дел, это вопросы по расследованию экономических и финансовых преступлений. С этого момента можно сказать, что фискальная направленность нашего органа перестала существовать, мы стали полноценным правоохранительным органом. Как известно, серьезные коррупционные правонарушения в подавляющем большинстве случаев связаны с экономической деятельностью, например, с областью государственных закупок, финансированием бюджета. Практика показала необходимость комплексного подхода к борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями, что определило наделение в декабре 2003 года органов финансовой полиции полномочиями по борьбе и расследованию экономической коррупционной преступностью. С 2005 года, как известно, агентство стало непосредственно подотчетным исключительно президентом нашей страны. В настоящее время ведомство обеспечивает выявление и расследование всех экономических и коррупционных преступлений. Сегодня финансовая полиция обладает профессиональным кадровым составом, способным решать сложные задачи по обеспечению экономической безопасности страны и противодействию коррупции во всех ее проявлениях. Выявлено и расследовано значительное количество уголовных дел, нанесших ущерб государству на миллиарды и миллиарды тенге. В бюджет, как вы знаете, 6 июня этого года органам финансовой полиции исполняется 20 лет. Поэтому в преддверии этой даты хотелось бы рассказать вам о современных принципах организации деятельности агентства и последних наших результатах. С учетом поручения главы государства, озвученных посланий народу Казахстана и других программных документов, агентство на протяжении ряда лет совершенствует и расширяет свои стратегические цели и задачи. Сегодня проводится работа по модернизации деятельности, повышению эффективности расследования преступлений, росту уровня доверия среди населения. В первую очередь агентством был взят курс на полную регистрацию преступлений и недопущение их к укрытию. В результате мы сегодня увидели объективную картину по преступности, выявили качество и законоспринимаемых процессуальных решений, приняли программные документы, которые не допускают криминализацию административных, гражданско-правовых и других отношений, сокращены сроки проверок, минимизированы непроцессуальные контакты наших сотрудников с гражданами. Во-вторых, мы провели полномасштабную работу по перестроению всего досудебного производства. Как вы знаете, сейчас активно обсуждается в Сенате и разработана новая концепция нового проекта Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. И запланировано ее принятие с 1 января 2015 года. Поэтому, начиная уже с 2012 года, нами проводится поэтапное внедрение новой модели организации досудебного производства. Суть новых подходов заключается в том, что это усиление взаимодействия следственных и оперативных подразделений, совместной работе на первоначальных этапах уголовного процесса, начиная с момента регистрации и до направления уголовного дела в суд. Повышена здесь и роль следователя, как координатора всей досудебной системы. Мы здесь убрали этапность, когда сначала регистрировалось, проверилось с оперативными сотрудниками, потом передавалось следственные подразделения, то есть была волокита и вовлечение наших граждан в орбиту уголовного процесса. Поэтому мы этот процесс как можно минимизировали, чтобы действительно принималось решение в кратчайшие сроки и оно было законным. Помимо этого, мы ввели должность дежурного офицера, сотрудника, независимого сотрудника, ответственность за процедуру регистрации и учета заявлений, а также он своевременно и правильно определяет службы, которым она подведомственна. Это позволило более ответственно подойти к вопросам укрытых преступлений и обоснованности проведения проверок предпринимателей. На сегодня необходимо отметить, что органами финансовой полиции в этом году не допущено ни одного факта укрытия преступлений путем нерегистрации. Этому способствуют и современные инновационные технологии, это как электронная регистрация преступлений, заявлений и сообщений о преступлениях, единый курс, единый реестр, который сегодня существует и эффективно используют наши сотрудники в своей повседневной деятельности. Сокращена вот эта все новые инновационные технологии привели к тому, что сокращена вообще волокита при расследовании. Сегодня более половины заявлений, которые поступают к нам, рассматриваются и разрешаются в срок до трех суток. Более 70% до 10 суток, больше. Таким образом, мы максимально подготовили наше ведомство к принятию нового уголовно-процессуального кодекса. Я потом остановлюсь на этих моментах более подробно. Объективная необходимость совершенствования методов работы повлекла отказ от рейтинговой системы. Мы отказались от рейтинга, который провоцирует погоню за количеством, за количественными показателями. Это нередко, как вы знаете, влекло нарушение прав, законных прав и свобод наших граждан. Подразделения финансовой полиции на современном этапе ориентируют свою деятельность на качество работы, на предупреждение и профилактику преступлений, а не на количественные показатели, как я уже отметил. Обеспечение законных решений при возбуждении уголовных дел, их при расследовании, возмещение причиненного ущерба, соблюдение конституционных прав наших граждан. Вот основные критерии сегодня нашей деятельности. Другим важным направлением нашей работы стало внедрение современных подходов при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений. Выполняя положение послания президента народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», агентством активно используются новые механизмы, инновационные технологии и современные инновационные системы. Внедрение и эффективное использование прогнозно-аналитических методов наряду с традиционными позволило нам сместить акцент на предотвращении преступлений, а не на устранении их последствий. Это служит профилактике преступности, устранению причин и условий, способствующих их совершению. Так в агентстве с прошлого года функционирует ситуационный центр, сотрудники которого, используя базу данных государственных органов и иные открытые источники информации, без вмешательства в деятельность субъектов малого, среднего и другого предпринимательства, путем анализа поступающих сведений, определяет проблемные зоны и объекты, где имеет большая вероятность совершения правонарушений. Так, с начала функционирования этого центра, посредством мониторинга планов закупов госорганов, на предмет обоснованности и на предмет их ценового предложения предотвращено нерациональное использование более 5 миллиардов тенге. То есть это мы уже на ранней стадии предупредили, хотя могло быть хищение или их неэффективное, нецелевое использование. Поэтому эти деньги были возвращены обратно, после внесения представления об устранении, и были проведены новые госзакупки уже по нормальным рыночным ценам. Есть множество примеров, каждый раз на брифинге наш представитель это освещает. Всего еще необходимо сказать, что на основе аналитических материалов нашего центра возбуждено 516 уголовных дел с ущербом на 110 миллиардов тенге. Это, как я уже сказал, без вмешательства, когда мы мониторим, когда видим, что налоговый коэффициент, что предприятие занимается лжепредпринимательством, обналичивает средства или похищает. Вот это уже нам дает моменты, что мы можем здесь, не вмешиваясь в его предпринимательский или другой бизнес, определить те параметры и принять законное и процессуальное решение. Для пресечения преступности у нас сейчас в каждом регионе разработаны паспорта коррупционных рисков. В них мы определили наиболее криминогенные сферы, требующие оперативного сопровождения со стороны наших сотрудников. В результате с начала прошлого года выявлено более 500 преступлений коррупционной направленности, совершенных только в ходе реализации госпрограмм. Ущерб по ним составил свыше 6 миллиардов тенге. Следует сказать, что для нас одним из основных мотивов модернизации работы является выполнение по защите предпринимательства и снижению административного давления на бизнес. За последние годы приняты системные меры по оптимизации проверок предпринимателей. Проверки допускаются только в тех случаях, когда предварительный анализ достоверно указывает на наличие явных признаков уголовного преступления или правонарушения. Такой подход значительно снижает риски в нашей работе. Принят ряд организационных мер для территориальных подразделений, разработан детальный порядок и условия проведения проверочных действий. Так установлен запрет на проверок проведения по анонимным обращениям, вмешательство в гражданско-правовые отношения между предпринимателями, приостановление предпринимательской деятельности. Количество инициативных проверок по этим основаниям у нас из каждого года в год уменьшается. Если в 2011 году было проведено 1715 проверок, то в 2012 году 1009 проверок, а в 2013 году уже только 340 проверок. То есть сегодня аналитические возможности мы уже можем в режиме реального времени отслеживать, какое заявление зарегистрировано, какая по нему проводится проверка, кем проводится, на каком основании проводится. И буквально, сидя в кабинете, мы мониторим все поступающие заявления и сообщения по республике в нашем органе. Аналогично эти заявления может и просматривать надзирающий прокурор. То есть здесь есть действенный механизм защиты наших граждан от необоснованных проверок и от необоснованного вовлечения их в уголовный процесс. Поэтому сегодня это тоже является одним из стимулов, чтобы повысилось доверие населения к целым правоохранительным органам и в целом государственной власти. Кроме того, я думаю, что при таком подходе, когда ежедневно их не будет, они будут больше сотрудничать с нами. Параллельно проводится работа по пресечению фактов незаконного вмешательства в дела, в бизнес, в должностных лист и других госорганов. В 2013 году нами были выявлены 214 фактов вмешательства в дела в малый и средний бизнес недобросовестными чиновниками. В этом вопросе мы активно сотрудничаем с Национальной палатой предпринимателей. Как вы знаете, в текущем году, 30 января, мы подписали совместный меморандум. Также по инициативе председателя нашего агентства в этом палате был создан Совет по противодействию коррупции и теневой экономики, куда и входят наши сотрудники. Особое значение сегодня мы обращаем по защите прав предпринимателей, в первую очередь их экономических интересов. Нами, как вы знаете, 2 апреля текущего года главой государства подписан указ президента нашей страны о моратории на проведение проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. Нами приняты ряд организационных мер, которые направлены на то, чтобы действительно в соответствии с этим указом соблюдать все требования нашими сотрудниками. и разработан целый комплекс мероприятий, которые ограничивают, минимизируют те нарушения, которые могли быть встречены. Теперь позвольте немного привести статистики. За 2013 год нами было зарегистрировано больше, чем 10 тысяч преступлений. В текущем году, за 5 месяцев, у нас в производстве находится около 5 тысяч преступлений. Из них 27% занимает тяжкие и особо тяжкие преступления. 65% из них составляют экономические преступления. Более 21% это коррупционные. Остальные это связанные с экономическими или коррупционной направленностью другие виды преступления. Общая сумма, выявленная за этот период, за 13 и за 5 месяцев текущего года, составила 290 миллиардов тенге. Из них, уже принятыми в ходе следствия мерами, приняты меры по возмещению 157 миллиардов тенге. Начиная с прошлого года, на сегодня к уголовной ответственности за коррупционные преступления привлечено почти 300 руководителей различных уровней. Из них республиканского уровня 22, областного уровня 83. остальные городского районного уровня. Широкий общественный резонанс вызвали уголовные дела, возбужденные в отношении заместителя министра сельского хозяйства Умиряева, президента национальной компании Казахстан-Гарыш Сапара-Мурзакулова, бывших Акимов Атраусской и Павлодарской областей, бывшего председателя комитета ветеринарного контроля и надзора, а также топ-менеджеров национальных компаний Казатампром и Казахстан-Темиржола и другие. По фактам системной коррупции в отношении 442 лиц возбуждено 600 уголовных дел. 10 уголовных дел возбуждено по фактам создания руководства и участия должностных государственных органов в организованных преступных группах. В сфере государственных закупок зарегистрировано 784 преступления, к совершению которых причастны 448 государственных лиц. Активизированная работа направлена на борьбу с коррупцией в таможенных и налоговых службах. Так, за прошедший год и за пять месяцев текущего года возбуждено 66 уголовных дел в отношении 48 таможенников и более 100 уголовных дел в отношении 72 сотрудников налоговых органов. При этом агентствам особое внимание уделяется фактам покровительства сотрудниками фискальных органов субъектом теневой экономики. В результате пресечено 14 фактов крышевания так называемой деятельностям преступных групп, занимающихся лжепредпринимательствами. К примеру, уже осуждены заместители руководителей налоговых служб департамента по городу Алматы Аженуров, по Южно-Казахстанской области Садыков, а также другие должностные лица налоговых служб, действием которых причинен ущерб на сумму свыше 18 миллиардов тенге. По фактам участия в создании и покровительства лжепредпринимателям расследуются уголовные дела в отношении бывших начальников департаментов налоговых служб по Южно-Казахстанской области Нусипова и по Костанайской области Булгынова. Это еще раз подчеркивает неразрывность вопросов борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, поскольку теневая экономика стимулирует коррупцию, та в свою очередь покровительствует ей. Поэтому оправдана, на наш взгляд, концентрация в одном специализированном органе функций по противодействию преступлениям в экономической и коррупционных сферах. Объем теневой экономики напрямую влияет на оценку уровня коррупции в стране, которую дают нам независимые эксперты. От всех совершенных экономических преступлений необходимо отметить, что 90% от всех выявленных и расследованных на сегодня день экономических преступлений, 90% составляет вопрос теневой экономики. Основой теневой экономики является лжепредпринимательство, так как именно через так называемые обнальные фирмы проводится легализация преступных доходов, совершается хищение бюджетных средств и уклонение от уплаты налогов. Только начиная с прошлого года наш орган по фактам лжепредпринимательства и совершения мнимых сделок возбудило 1217 уголовных дел. Причина деятельность порядка 22 преступных групп на протяжении нескольких лет занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств. Это в регионах Акмолинской, Атраусской, Жамбулской, Казалардинской, Северно-Казахстанской, Южно-Казахстанской, городах Алматы и Астана. Уже сегодня мы наблюдаем положительные результаты, принимая их мер. Например, по итогам прошлого года на 145 миллиардов тенге по сравнению с 2012 годом снизилось количество денежных средств, обналиченных в банках второго уровня. Зарубежные эксперты, оценивая объем теневой экономики Казахстана, в качестве одних из главных критерий берут удельный вес произведенных наличных платежей и к общей сумме взаиморасчетов. Большое внимание уделяется вопросам борьбы с организацией незаконного игорного бизнеса. Результаты работы показывают, что вне установленных специальных зон продолжают функционировать подпольные игорные заведения. Опасность данного явления ни у кого из вас не вызывает сомнения, азартные игры толкают зависимых людей на совершение других преступлений, хулиганс, краж, грабежи, краж личной имущества и другие преступления. Это явление оказывает и негативное, психологически и другое, на молодое наше поколение. Поэтому, так как они видят, это легким видом зарабатывания денежных средств. За указанный период нами пресечено деятельность 600 подпольных казино, незаконных игровых заведений, изъято более 3000 игорных автоматов, рулет и покерных столов. Широкое распространение получили онлайн-казино, которое зачастую функционирует под вывеской интернет-клубов. С прошлого года возбуждено 216 уголовных дел по деятельности онлайн-казино. Как показывает анализ пресечения работы таких незаконных заведений, значительно снижает уровень мелкой преступности в этих регионах. Необходимо отметить, что действительно, это кроме теневого экономического аспекта, имеет большой моральный, нравственный климат в нашем обществе. Очень много жалуются, когда наши граждане идут в свои заработные денежные средства, заработать, проигрывать в это онлайн-казино, с целью продолжить игру, идут на преступления, продают свое имущество и другие совершаются. Здесь вопрос стоит вообще о вообще нравственной стороне, моральной стороне нашего общества. Поэтому нередко, нередко, вот есть такие факты, случаи, когда мы в городе Туркестан, Южно-Казахстанской области, ликвидировали подпольное и горное заведение, которое существовало на территории центрального рынка на протяжении ряда лет, собрались местные жители и выражали благодарность, потому что их дети, внуки были вовлечены в эти азартные игры, и не только материальные, но большие нравственные страдания приносили своим родственникам и близким. Поэтому в этом здесь вот большой лежит и нравственный аспект в этой деятельности. Одним из приоритетов нашей работы также является борьба с хищениями и незаконным оборотом нефти. За этот период нами возбуждено 371 уголовное дело. К примеру, в Южно-Казахстанской области причтена деятельность преступной группы в составе 17 человек, которые путем незаконных врез магистраль нефтепровод Кумкуль-Павлодар-Шимкент осуществляли кражу сырой нефти. На сегодня они осуждены до 8 лет лишения свободы. В Ахтюбинской области ликвидирована транснациональная преступная группа, занимающаяся хищением нефти с законсервированных месторождений, лидером которого являлся привержением салафизма. А самое главное, пресекаются незаконные каналы сбыта и торговли этим видом нашего национального богатства сырья. Об этом можно судить и по результатам, проведенным Министерством нефти и газа, только в деятельности Атраусского нефтеперерабатывающего завода, на который в 14 раз снизилось количество переработки нефти с сомнительного происхождения. Справочно, если в 2011 году там вырабатывалось 70 тысяч тонн нефти с сомнительного происхождения, которые не могли документально подтвердить, откуда оно взятое, в 2012 году теневой оборот таких составил 21 тысячи, а в прошедшем 2013 году только не могли подтвердить происхождение с сомнительного происхождения полторы тысячи тонн. То есть, вот вы видите, в 14 раз, какая активная работа, прогнозно-аналитическая работа в этом направлении нам дает. И мы дальше, она у нас заложена в стратегическом плане противодействия экономике, вы знаете. И здесь будет полностью отслеживаться от места добычи до реализации, до переработки. Мы внесли такое предложение, оно поддержано и сейчас в стадии разработки. Немаловажное значение уделяется необходимости противодействия незаконного оборота подоксизной продукции, особенно алкоголя. Руководством страны указывалось на необходимость контроля за оборотом алкогольной продукции, как одного из проявлений теневой экономики. Агентством разработана методика, позволяющая рассчитать теневой оборот разреза регионов. Результаты исследований показали, что наихудшая ситуация сложилась именно в тех регионах, где производитель алкогольной продукции либо официально бездействует, либо указывает на незначительные обороты. С 2012 года, если там нагрузка завода составляла всего 9%, в 2013 году это составило 22%. И, конечно, увеличилось поступление, соответственно, акцизных пошин в бюджет государства. На основании аналитических исследований проведены оперативно-развитные мероприятия, в результате которых только за прошедший год и текущий год пресечена незаконная деятельность по выписку неучтенной продукции 9 заводов-производителей. А если нам сказать, что официально у нас существует 22 завода, то почти половина занималась неучтенной продукцией. В целом зарегистрировано 205 преступлений, связанных с этим видом. Выявлено, кроме того, 27 подпольных цехов по изготовлению алкогольного суррогатной продукции, изъято полтора миллиона поддельных учетно-контрольных марок и два с половиной миллиона неучтенной алкогольной продукции уже готовы к продаже розничной сети. Они изъяты сегодня и конфискованы в доход государства. Однако только уголовно-правовыми мерами снизить размеры теневой экономики невозможно. Необходим системный и комплексный подход в решении проблемы, что связано со спецификой теневого бизнеса, который затрагивает практически все отрасли и виды деятельности. Так, в рамках реализации мероприятий по актуализации комплексного плана по противодействию теневой экономике в Республике Казахстан на 2013-2015 годы агентством инициировано ряд предложений, направленных на снижение ее объемов. Отмечу только самые значимые из них. Во-первых, предложено законодательно ограничить наличные взаиморасчеты и увеличить безналичные платежи, что позволяет пресечь возможность увода капитала в тень и легализации доходов, добытых преступным путем. Во-вторых, улучшить администрирование НДС путем введения дифференцированных ставок по отдельным видам товаров и методам специального НДС счета. Предлагаемые меры также позволят повысить эффективность борьбы с незаконным возвратом НДС. В-третьих, внесен целый блок предложений, касающийся борьбы с теневым оборотом нефти и нефтепродуктов. Агентством активная работа проводится с заинтересованными министерствами и ведомствами. Например, похищение нефти в рамках рабочей группы при Министерстве нефти и газа, который я вам уже обозначил. Здесь мы будем процедуру отслеживать от момента добычи до переработки, реализации, вывоза. То есть будет все прозрачно. Будем видеть, сколько добыта, сколько переработан, сколько направлено, кто, как, где уплачен. Там можно пошлины или другие налоговые обязательства выполнены или нет перед государством. Все это, возможно, будет активизировать и работать. Большая работа проводится нами по совершенствованию законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Как вы знаете, агентством разработан проект антикоррупционной стратегии до 2025 года. При ее разработке учитывались в первую очередь требования и рекомендации, заложенные в ратифицированной Казахстаном Конвенции ООН против коррупции. Это пока лишь, скажу, проект, который требует широкого обсуждения, оценки специалистов и экспертов на соответствии нашим национальным законодательствам и другим параметрам. Казахстан. 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 Сгидер Ахмед. Пожалуйста, ваш первый вопрос. Добрый день. Информационное агентство Бенецкий ЕС, Жан Калкинова. Господин Ахмеджанов, у меня вопрос к вам. Согласно новому ОПК, по всем заявлениям будут возбуждаться уголовные дела. Скажите, пожалуйста, не приведет ли это к массовым жалобам, разбирательствам и не сосадит ли излишняя напряженность среди предпринимателей? Спасибо. Этот вопрос был предметом детального обсуждения. Здесь немножко надо поправить, что уголовные дела не будут возбуждаться. Будет существовать единый реестр досудебных расследований, куда будут автоматически включаться заявления и сообщения наших граждан о признаках преступления или другие. Здесь с момента регистрации начнется досудебное производство уголовное досудебное производство. Это означает, что на сегодня, в принципе, в этом же режиме и существует. Сегодня существует единая книга учета заявлений и сообщений электронные, куда поступают все заявления и сообщения. В прошлом году, кстати, по Казахстану было зарегистрировано 2 миллиона 300 тысяч сообщений. Из них возбуждены 360 тысяч уголовных дел. То есть не все заявления и основа являются криминального характера. Там может быть гражданское правовое отношение, там могут быть административные правовое отношение. Эти заявления этого характера, они не будут рассматриваться в уголовной плоскости. То есть в течение, когда поступит заявление, единый реестр досудебных расследований, он, кстати, является аналогом пока в постсоветском пространстве не существует, он имеет возможность распределять на криминальный характер, если есть какие-то признаки уголовно наказуемого деяния. Если там мы смотрим, например, что это является административного характера, например, нету порогового уровня для привлечения по уклонению от уплаты налогового, то он сразу попадает в раздел административного характера и автоматически направляется уполномоченный орган. Если здесь идет такая, так скажем, гражданское правовое отношение, например, в суде рассматривается какой-то иск по этому, но заявитель обращается к нам, ему дается разъяснительного характера. Кроме того, я вам хочу сказать, вот в своем начале своего доклада я упомянул, что мы уже перестроились, что мы готовы к реализации в рамках новой концепции Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса. Сегодня вот это новшество, новелла, направлено именно на защиту прав. Сегодня, как я говорю, 2 миллиона 300, она регистрируется у нас, кузируется, так называемая, по нём проводится доследственная проверка. То есть те же действия, которые проводятся в досудебном производстве, они сегодня проводятся в отношении наших граждан доследственной проверки. То есть он вызывается на опрашивать по обстоятельствам, значит, изымаются определённые документы. Здесь уже у него будет статус, у него будет защитник. И кроме того, я как сказал, в начале, если у нас сейчас многоступенчатая деятельность, то есть сначала кузируется, проводится доследственная проверка, в случае где-то обнаружения каких-то составов преступления, она передаёт в следственный орган, следователь обратно дублирует те же допросы, опросы, выемки, которые были проведены в ходе доследственных проверок, то есть мы втягиваем, втягиваем наших граждан в процесс, в уголовный процесс. А здесь буквально, как я уже сегодня отметил, в течение трёх суток мы более 50% уже буквально с момента регистрации рассматриваем, есть там состав преступления или нет. Если нет состава преступления, зачем его два месяца проводить доследственную проверку, потом переводить в следственные подразделения и там в течение двух месяцев проводить предварительные следствия и принимать процессуальное решение о прекращении уголовного дела. Это всё делается в течение трёх суток. То есть здесь мы минимизируем контакт наших граждан в уголовном процессе. Таким образом нет дублирования, нет той стадии и здесь никаких других последствий. Криминализация общества, уголовные преступления, которые останутся в том же аспекте, в том же ракурсе. Раньше только было, что это отказано было возбуждение уголовного дела, сейчас будет принято процессуальное решение о прекращении уголовного преследования, что наиболее, ещё более защищает права граждан, потому что по нему будет уже принято процессуальное решение, с которым будет заключение уже надзорного органа прокурора. Поэтому здесь бояться его не надо, она наоборот облегчает, она становится прозрачным, все заявления, все обращения. Если человек попал уже в орбиту уголовного преследования, его как видит и ведомство, контроль мы видим, почему он, почему, значит, проводится то или иное расследование, его видит и надзирающий прокурор. Поэтому здесь опасения, мне кажется, напрасны. Спасибо. Гадис, записывай, пожалуйста. Мирас Ассан. Секунду. Ведомство, на байланысты, Сыбайлас жемкорлыкка бағы север. Продолжение следует... 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 то количество чиновников, которые будут брать взятки, с каждым годом будет увеличиваться. Поэтому необходимо здесь в целом не давать, пресекать. Есть целые механизмы, которые его защищают и которые даже его стимулируют. Поэтому, думаю, этот институт, у него есть большое будущее. Спасибо, Аня Рокускина. Законки есть. Пожалуйста, Ваш вопрос. Марат Муратович, у меня вопрос. Вы только что в своем докладе сказали о том, что за буквально короткий период и про Акима Атравовской области, про Акима Павлодарской области. Понятно, что Акима Атравовской области по понятным причинам привлечь не удалось. Но все же, когда будет передано в суд дело по Ерлану Арыну? Я понимаю, что сейчас мне скажут, что вопрос нельзя задавать. Но Вы только что сказали, что коррупция – это вопрос общественной безопасности. Я считаю, что население имеет право знать, потому что Аким района – это глава целого региона. Аким области. Идет предварительное следствие по нему. Предъявлено ему еще дополнительное обвинение. И с учетом есть уголовно-процессуальное движение, как Вы знаете. После предъявления обвинения обвиняемый имеет право ознакомиться с участием защитников со всеми материалами уголовного дела, внести свои ходатайства, которые должен орган предварительного следствия рассмотреть. После окончания всех процедур в порядке статьи 280 он будет передан прокурору для изучения, который передаст ее в суд. На каком этапе сейчас? Сейчас на этапе расследования. Спасибо за Ваш вопрос. Пожалуйста, Асхат Ниязов. Добрый день, Седьмой канал. Марат Муратович, Вы говорили про лжепредпринимательство, и в парламенте в этом году активно обсуждался этот вопрос. Какие меры законодательного характера Ваше агентство предложило по борьбе с лжепирмами? Спасибо. Лжепредпринимательство, я сказал, это один из столпов теневой экономики. Потому что там обналичатся у нас миллиардные суммы, там и похищаются. Это и будущие взятки, это и будущий наркотрафик и другие. Поэтому с этим взлом действительно сегодня законодательно, конечно, есть вопросы защиты. Вы знаете, в последнее время особенно сильно вопросы защиты предпринимательства. И здесь вопросы, конечно, касаются и контрагентов, которые имеют взаиморасчеты с этим лжепредпринимательством. И поэтому, если вот в новом законодательстве, если раньше в действующем было диспозиция статьи 192, говорила, что необходимо исследовать все сделки, все сделки. То есть, если, например, лжепредприниматель имел отношение взаиморасчет с 500 предпринимателями, то для того, чтобы доказать его вину, необходимо было провести предварительное следствие в рамках и опросить, то есть установить всех этих 500 контрагентов, которые имели с ними взаиморасчеты, и провести там проверки насчет, что они приобретали у него, что они поставляли, какие. Но сегодня, я говорю, это норма, чтобы не вовлекать всех наших предпринимателей в эту сферу. Конечно, в будущем, в новом проекте Уголовного кодекса, термин «все сделки» не существует. То есть, если имеется достаточных оснований, что он занимается лжепредпринимательством, то он будет нести самостоятельную уголовную ответственность, а не наряду с другими добросовестными контрагентами. Это первое. Во-вторых, я хотел бы сказать, вот как раз эта тема. Сегодня очень много обсуждается. В своем докладе я сказал, что все и в период моратории вот сегодня, что 90% от всех экономических преступлений, которые у нас находятся в производстве, это 90% это вопрос теневой экономики. Сегодня, когда мы, остро стоит вопрос о развитии и защите среднего и малого предпринимательства, это очень актуальный вопрос, потому что, когда сегодня репрессивность нашего органа направлена именно на незаконных предпринимателей, на лже, на псевдо, так скажем, псевдо вот именно им подходит, которые накрылись овечьей шкурой и из себя изображают предпринимателя. То есть они недобросовестные конкуренты нашим законопослушным предпринимателям, которые зарегистрированы в установленном порядке, у которых имеется соответствующая лицензия, которые платят налоги. А здесь вот есть статистика лже-предпринимательства, незаконное предпринимательство, экономическая контрабанда, когда под видом предпринимателей, не получая лицензии, не зарегистрировав в органах юстиции, не являясь субъектом налогового администрирования, они перекрывают ему рынок добросовестного предпринимателя, забирают, так сказать, его хлеб и еще, кроме того, что хуже, развращают его своим поведением, видя, что можно баснословно получать прибыли, не платя налоги, и забирая его среду, его рынок, он его развращает. И поэтому наша сегодня цель – борьба именно с теневым, именно с тем, которые вне рамках правового поля работают, которые действительно являются конкурентами нашим добросовестным законопослушным предприятиям и предпринимателям. И сегодня, я еще, когда коснусь моратория, моратория, вроде коснулся со 2 апреля, уже на протяжении двух месяцев мораторий, вроде, так сказать, работа должна убавиться у органов финансовой полиции. Так как мораторий, мы еще раз, суть нашей работы показала, что наша приоритет, наше направление направлено именно на теневой бизнес, который не является субъектами предпринимательства и которые, в соответствии с силой указа президента о моратории, не подлежат тем защите, которой они являются. Но в то же время, вот 10%, я же говорю, некоторые, конечно, пытаются пользуясь мораторием, учитывая, что в этот период их не проверяют, где-то, конечно, скрыть или другие. Это не означает, что они будут освобождены от уголовной ответственности. Закон для всех един. Нарушил, будет зарегистрировано, будет проведено полномасштабное следствие, и виновные лица понесут установленную ответственность. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, газета «Мегаполис» Анна Ваприцких. У меня вот вопрос по вашему докладу. Вы перечисляли громкие дела. Какие из этих дел запомнились вам как самые сложные? И вообще вот топ-3 самых сложных дел Финпола? Ну, так, наверное, нельзя говориться. Каждое дело определенной сложности. Потому что есть дела разной специфики, коррупционной направленности, экономической направленности. Но сегодня в расследовании, я не буду говорить по конкретному делу, я скажу по направлению, определенную сложность нам вызывают расследование фактов лжепредпринимательства. Потому что вот здесь мы скажем, здесь кроме экономической стороны, еще есть нравственная сторона. Когда у нас вот обезврежена большая преступная, организованная преступная группа Южно-Казахстанской области, когда, значит, на больных, онкобольных и на психобольных были оформлены лжепредприятия, и благодаря им было обналичено 27 миллиардов тенге. То есть люди, страдающие, вот, а сегодня, значит, они все задержаны, участники преступных групп, 12 человек содержатся под стражей и ведется расследование. Кроме того, недавно вот буквально на днях обезврежена преступная группа, работающая в Восточно-Казахстанской области, которые, значит, тоже, пренебрегая нравственные барьеры, значит, оформляли эти лжепредприятия на воспитанников детдома. Вот, поэтому сегодня вот они, конечно, представляют определенную сложность, поиск истинных организаторов этого. Кроме того, необходимо проверить все, откуда эти денежные средства поступали, каким образом они обналичились, то есть большой объем работы здесь есть. И здесь еще сказать, вот, когда я говорил, здесь уже сопутствующие уже преступления коррупционной направленности. Без, вот эти предприятия, которые я сегодня перечислил, без покровителей они не могут работать, потому что они знают, что они сдают отчетность налоговых органов, или вообще не сдают, когда видят, что миллиарды там обналичат, а у него коэффициент налоговой нагрузки нулевое, вот мы это видим по мониторингу, то значит, здесь есть какой-то покровитель. А сегодня я вам сказал, что у нас 14 преступных групп в этой направленности, где имелись покровители со стороны государственных служащих. Поэтому вот эта неразрывность, и думаю, что и другие преступления бывают, бывают не столько сложные он, а сколько он вызвал большой общественный результат. Это от уровня, от ранга должностного лица, или от тех наступивших последствий, от этих многих зависит эти дела. Рахмет, кейлси сурага. Рахмет, кейлси сурага. Да, айхун газет. Марат Муратул, я сурагам. Уйткен жылы, астана-каласын агентиктын, кызметкерлер, он-казақсын арнайы бар, ақтану елджи ролдар баскармасын бастығын дыртқындаған, және ол брыр жаршылдын аса, телевизиалиатрдында бол. Біра жақында сотка бардангезы, меселен, сот оның ақтады, шығанда дәлелесі, дәексіз қамалған деді. Меселен, бұна директердің, мен ойламыр, ончақтысын келтің көбуді. Бұл салайда қаржы пайызсының қызметкерлері кім шара көреті. Сіздер ма жоғалды ол азамат сотка шағымданы көреп бә. Және екінші сүрек, Өз қызметкерлерің қатарласындағы жемқұл конкурс қандай денгейді жүргіздер. Кейбір қызметкерлерді байқаймыз, білеміз меселен, жүзіміндоларлық жүріктар немесе миллион-доларлық катежері тұрады. Оларың табысты қайдан кегені анықталып текселіп сұралымыз, дәріп тұрып тұрадыңызды. Рахмет. Және бірінші сұрағымыз бойынша оны бүгінгі әлі занды күшіні еңгенде құл үкім. Енді қазір оны прокурор саласынан наразылық көрсі келтіруге қаралы батыр. Енді аржағынан оны әбден занды күшіні еңгенгізді, солгізді және түпкілік шешінді қабылдаймыз. Және біздің үшке қауіпсіздік қызметіміз бар. Оны түкелей телефону бар. Бүгін еферді бәрі айтылып атқан. Оны дай олай мұнау және өзінің қызметіне сай емес. Және мен өткен өл әрбір факталар тексерділет. Егер және әйтпатырғым қой, мүні 17 жылы Құдай ғыласы бүкіл деклар... ...және өл 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 әйтпатырғым қызметіне сай емес. Ол әрі өл 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 өлтіне сай емес. Если он ответил, если он ответил, то он ответил, что он ответил. Я думаю, что на самой ближайшей сроки представитель заберет пресс-конференцию, либо пресс-брифинг, на которой он даст полные ответы по этому данному вопросу. Я думаю, в скором времени уже. Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте. Тангри Ньюс. Василь Сатаева. Скажите, пожалуйста, какова заработная плата с рядового сотрудника Финпола и, соответственно, высшего руководства агентства? Спасибо. Территориальное подразделение составляет в среднем 155 тысяч тенге. Там имеется специально с учетом его знания, опыта работы, стажа работы, квалификации. Конечно, предусмотрены другие надбавки. Имеются специализированные надбавки, связанные с оперативной его деятельностью, с следственной деятельностью. В аппарате средние 215 тысяч тенге. Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом мы завершаем наш брифинг. Всем большое спасибо. Разрешите еще раз ползу случаем поздравить вас с наступающим праздником и пожелать успехов в работе. Спасибо большое. Всего доброго.